Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Как победить стресс и депрессию Глава первая. Страшное слово «стресс». Мы часто употребляем в речи слово «стресс» и порой даже не задумываемся, что же оно означает на самом деле. Канадский эндокринолог Ган Селье определяет стресс как состояние сильного психического напряжения, возникающее при эмоциональных перегрузках, на которые человек не сумел отреагировать правильно. Причины, вызывающие стресс, принято называть стрессорами. Стрессорами, например, могут быть плохие условия жизни, определенные кризисные ситуации, чрезмерные утомления, сильная боль, публичное унижение или порицание. Не стоит думать, что стрессоры – это исключительно несчастье, болезни, неприятности и неудачи. Факторами, вызывающими состояние стресса, могут оказаться приятные события. Например, знаменитый древнегреческий драматург Софокл скончался под бурные аплодисменты своих почитателей, а племянница немецкого ученого Лейбница умерла от радости после того, как нашла под подушкой почившего дядюшки 600 тысяч франков. На людей стрессоры действуют по-разному, кого-то могут и до инфаркта довести, все зависит от жизненного опыта и психических особенностей той или иной личности. Стрессоров много, они разнообразны и действуют на людей по-разному, но при этом реакция, которую они запускают в организме, одна и та же. Как отмечает Селье, стресс – это неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование. В обычном состоянии человеческий организм отвечает на предъявленные требования специфично. В сильную жару мы потеем, на холоде – мерзнем. Если быстро бежим, пытаясь успеть на автобус, сердцебиение учащается, а когда объедаемся тортами и конфетами, содержание сахара в крови превышает норму. Тут все понятно и объяснимо с медицинской точки зрения. Если же подобные реакции организма наблюдаются в отсутствии названных факторов – жары, холода и так далее – значит, человек болен или испытывает стресс. При этом реакция организма на неприятные и радостные события одинакова. Селье приводит такой пример. Мать, получившая похоронку на сына, испытала сильные душевные потрясения. Но если весть о его гибели окажется ошибкой, и через несколько лет сын неожиданно войдет в комнату, организм матери ответит на эту счастливую для нее ситуацию так же, как и в первом случае. Биология и психология стресса Ганс Илье описал в своих работах классический биологический стресс, который могут испытывать не только люди, но и низшие животные, не имеющие нервной системы и даже растения. Современные ученые выделяют еще и психологический стресс, реакции которого могут запускаться как уже начавшимися, так и возможными событиями. Стрессора еще нет в реальности, а человек уже боится его. Например, в организме слабо успевающего ученика или студента-прогульщика одна только мысль о неудовлетворительной оценке на экзамене может вызвать неспецифические реакции – дрожь, холодный пот, учащенное сердцебиение. В отличие от биологического, психологический стресс не наносит организму явных повреждений. Причиной биологического стресса является физическое, биологическое или химическое воздействие на организм, в то время как психологический стресс запускается из-за социального воздействия на человека или его же собственными мыслями. Опасность, которая приводит к биологическому стрессу, всегда реальна, в то время как причиной психологического стресса может быть как реальная, так и виртуальная ситуация. Если действие описанного селье биологического стресса направлено на здоровье и физическое благополучие человека, то стресс психологический сначала подрывает чувство самоуважения или социальный статус, и только через какой-то промежуток времени сказывается на здоровье. Испытывая биологический стресс, человек переживает такие сильные эмоции, как гнев, страх, боль и спок. Эмоциональные переживания психологического стресса не так ярко выражены, к ним можно отнести тревогу, беспокойство, тоску, раздражительность, зависть, ревность. Причиной биологического стресса может стать, например, сильный ушиб или перелом, ожог горячим паром, алкогольное отравление. Психологический стресс возникает в результате семейных ссор, выговоров начальника, несчастной любви, страха перед запланированным авиапутешествием, беспокойства за свое будущее или за близких людей. Даже такая привычная, но малоприятная деталь нашего бытия, как повышение платы за коммунальные услуги, способна повергнуть человека в состояние психологического стресса. При психологическом стрессе важно правильно оценить степень своего участия в разрешении проблемной ситуации. Знакомый-незнакомец Избежать стрессов невозможно и нет на земле человека, незнакомого с ними. Биологический стресс исп... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова